Сзади у нас идет бордюр до угла, здесь у нас предусмотрена брусчатка, с обратной стороны предусмотрен асфальт, ну чтобы для разбрузки машину подъезжали. Ну здесь кое-какие будут кумбочки, будут новые павильончики. Какие павильончики? Ну такие деревянные. Открытые. Мамбы, открытые. Для социальные ряды, да? Для бабушек здесь. Ну понятно, вот этот павильон у нас что? Остается на месте. В соответствии с проектом он остается и трансформируется в 4 объекта. Но что значит трансформируется? К нему подстраиваются и приводят в соответствие с дизайн-кодом. А почему тут подстраиваются? Ну вот смотрите, да, я просто к чему говорю, тут надо какие-то условия с предпринимателем разговаривать. Либо все в одном общественном пространстве мы живем, да, и глаза не смотрят вниз, либо только вверх. Это же вот рассадник здесь каких-то заболеваний. Это рассадник того, что здесь, не дай бог, что-то произойдет, да, какое-то тяжкое преступление. Я просто к тому клоню о том, что, к сожалению, еще формация нашего сознания не до конца осознает, что мы сами способствуем совершению определенных правонарушений. Вот мы, если бы сюда не зашли бы, мы не увидели там, соответственно, вот этого человека, который там находится, и тот запах, который есть. Люди здесь постоянно ходят, они создают мнение о нас. Поэтому я предлагаю, Сергей Михайлович, рассмотреть вообще вопрос, павильоны какие остаются, какие не остаются. Считай, этот павильон тоже здесь, ему нужно место другое найти. Эту часть, площадку надо зачистить, вот эти кусты, это поросли, да. Я считаю, что здесь надо использовать то, что сейчас здесь они находятся. Я все равно обращусь к руководителю организации максимально сделать площадку здесь. Ну мы, тоже, даже железную ее уже надо вывозить куда-то, но это рассадник всего. Но опять же, современно, находится впереди павильончик, все нормально. Здесь идет торговля, все нормально, все это выбрасывается, здесь все мусорится. Комиссия должна работать, да, составлять протоколы. У нас сколько, 5 метров от павильона? Да. Значит, всех все устраивает, так не пойдет. Я, допустим, не за это. И люди нас не понимают, в основном, которые живут в жилых домах. То есть, павильон поставили, павильон надо поставить. Когда надо, все будем делать. В итоге, что это такое? Вы хозяин этого павильона? Орендатор. Орендатор. Ну, тем не менее, подойдите, пожалуйста. Как вас зовут? Геннадий. Геннадий. Сколько времени арендуете? 5 лет. 5 лет. Ну, а вы...